Продолжение следует... Он был уверен в своей силе и власти. Его холодные, расчетливые глаза сканировали лица бригады Тимура. Думайте, вы лучше нас. Это наша территория, пацан. Здесь действуют наши правила. Мы делаем, что хотим и когда хотим. И никто не смеет нам помешать. Этим людям нет до вас дела. Они слишком заняты собой. Пора тебе усвоить урок. Так устроен мир. Здесь выживает сильнейший. Диктор. Слова Квакина повисли в воздухе. Тяжелые от невысказанной угрозы. В этот момент стало ясно, что это не просто слова, а вызов, который нельзя игнорировать. Думаешь, ты можешь нас остановить? Мы везде. Мы как тени. Всегда наблюдаем. Всегда ждем. Тимур. Возможно, вы не видите нас, но все видят добро, которое мы делаем. И они выберут доброту вместо жестокости. Помощь вместо вреда. Что здесь за шум, а что происходит? Ничего, бабуль. Просто недоразумение. Не стоит беспокоиться. Недоразумение? Не думаю. Я видела, что произошло. Я видела, что сделали эти ребята. Они не просто так здесь. Они принесли в этот район помощь и доброту. Они помогали людям, когда никто другой не хотел. А ты? Ты и твоя банда не сделали ничего, кроме как сеяли страх и раздор. Вы только вредите. Диктор, ее слова, произнесенные с весом опыта и мудрости, отозвались эхом в толпе. Люди слушали ее внимательно. Среди собравшихся соседей пробежал ропот согласия. Они понимали, что она права. Квакин, привыкший к запугиванию и страху, неловко переминался под их взглядом. Он знал, что его время истекает. Молчать? Это все чушь собачья. Они же просто дети. Как вы можете так поступать с ними? Они не заслуживают такого отношения. Что такого особенного они сделали? Почему вы так на них напали? Разве они не заслуживают шанса объясниться? Диктор. Но его слова прозвучали неубедительно, потонув в хоре голосов, защищающих Тимура и его бригаду. Люди кричали, что Тимур и его друзья всегда помогали другим и не заслуживают такого обращения. Толпа, больше не пугаясь его напыщенности, двинулась ближе. На лицах людей читалась смесь гнева и неповиновения. Они больше не хотели терпеть его тиранию и были готовы бороться за справедливость. Диктор банда Квакина, чувствуя перемену в расстановке сил, начала таять, растворяясь в тенях. Они понимали, что их лидер больше не имеет той власти, что раньше. Они были верны Квакину, когда он был силен, но теперь их лояльность пошатнулась. Они начали сомневаться в его лидерских качествах и в том, что он сможет защитить. Квакин, одинокий и разоблаченный, смотрел на Тимура. Его глаза горели ненавистью. Он не мог поверить, что его власть так быстро рухнула. Тимур со своей тихой добротой и непоколебимой верой в добро перехитрил его. Он знал, что правда и справедливость всегда победят. И это давало ему силы. Ладно, будь по-вашему. Диктор. Он повернулся на каблуках, понурив плечи и зашагал прочь. Его отступление было встречено коллективным вздохом облегчения толпы. Спасибо. Спасибо, что защищаете то, что правильно. Диктор? Его слова были встречены бурными аплодисментами. Толпа хлынула вперед, окружив Тимура и его бригаду теплыми объятиями. Они дали отпор хулигану, но не кулаками или насилием, а непоколебимой верой в силу доброты. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...